И всем привет, ребят! С вами Сарвайка, я сейчас записываю новый ролик. Сегодня у нас видео ролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами будем записывать обзорчик на одном очень интересном дроне, который называется Кемпер, на пушке Гаусс с корпусом Орец. Будем пробовать реализовать комбинацию за счет дрона, который на большом расстоянии сможет наносить безумно большое количество урона, если у меня будет, конечно же, фулл хп. По устройству пока что оставляем Гаусс с пробитием. Не будем пока что одевать Эмми. Посмотрим, все будет зависеть, конечно же, от иммунитетов, которые будут у противника. Ну и нам, конечно, желательно попасть на какую-то очень здоровенную карту, где можно будет как раз-таки пожить на фулл хп. Где можно будет спрятаться, где можно будет покидать контент в урончик и полноценненько реализовать эту комбинацию. Не знаю, как будет работать Гаусс с Кемпером. Очень интересно мне было это все узнать. Ну поэтому, наверное, мы этот видос сегодня и записываем. Если вы хотите больше видеороликов, посвященных разным всяким устройствам, разным не только устройствам, но и использования других дронов. А то у нас постоянно то я на Кризисе катаю, то на каком-нибудь там дефолтном гипериончике, либо еще что-то. Если хотите больше всяких ранных нововведений в этом плане, то обязательно поддерживайте данный видос лайком. Так, ну и у меня повышенная ДДшка есть, только с повышенной ДДшки залетело 1200. Ну это, наверное, по резисту залетело 1200. Слабовато, слабовато. Режим осада, карта, наверное, неплохая для реализации Гаусса. И наша задача будет, конечно же, держать дистанцию. И с этой дистанции уже пробовать делать контентовую накидочку. Плюс у нас здесь дроповая ДДшка падает. И я думаю, что ближе к ней мы как раз-таки играть и будем. Резов, конечно, от Гауссов имеется целых 3 штуки у противника. Но я надеюсь, что это не большая проблема. Главное, чтобы иммунок не было. А иммунка есть. Иммунки 3 есть! Блин, ну ладно, если есть 3 иммунки, тогда мы сейчас поменяем на Эмми. Потому что от Эмми, я смотрю, у противника нет ни одной иммуночки. Так, ДДшка моя появляется. Ну и пробуем теперь делать уже накидку. 1200 по резу залетает. Немного. Даже, я бы сказал, слабо залетает. Так, и опять мне в очередной раз сажают мой замечательный дрон на бездополнительный буст расходки. Будем стоять чисто на дали. Мы же кемпер. Будем реализовывать именно дрон по максимуму. Но, чтобы его реализовывать, надо, чтобы моё количество хп было тоже фуловое. То есть, моё количество хп не будет фуловое, то реализации этого кемпера практически никакой никогда не будет. Так, эта сводка летит в меня, да? Конечно, у меня. В кого она ещё может лететь? Так, ДДшка у меня появляется. Аптечку прожимаем. Ну и будем пробовать давать сводочки уже более вкусным уроном. Так, там противник должен выкатывать. Блин, ещё передо мной сразу. Ну зачем вы передо мной становитесь? 2400, неплохая тычка. Неплохая тычка. Залетела. ДДшка, дополнительный урон есть. Наши тиммейты пытаются захватить точку. Прожимаем сразу шар. Вот это всё дело, но шар пролетает сверху. Противник уже оказывается снизу. Так, пробуем давать сводочку по викингу, который прокатывает через мост. Неплохая тычка по нему залетает. Ещё добавочка. Залетает по викингу. Ой, по викингу, по аресу. Так, арес пытается мне как раз таки накидать ещё дополнительно урончика. Я работаю исключительно на сводках. Исключительно на сводочках. Никаким другим образом мы не работаем. Так, и мне было бы неплохо поменять резист. От скорпиона надо взять. И надо ещё взять другое действие на своего гаусса. Чтобы у меня гаусс был с эйми, а не с пробитием. Потому что... Опа! Вот это, кстати, купол. Это очень грамотная вещь. Купол это суперграмотная вещь. Как раз таки под неё мы и можем поиграть ещё дополнительно. Урончик, урончик, урончик. Так, хорошо, 1200. 1200. Так, сводочку, сводочку. Не понял, о чём у меня. У меня же фу, хп. Почему? А, вот, додашка есть дополнительная. 6 килов пока что у меня только с кемпером. Маловато, если честно. Маловато. Думал, что побольше будет. О, додашка халявная. Ещё титан-купол прожимает один. Так, сводочку. Сводочку, сводочку рабочую. Хорошо, на респик улетает. Есть контактик. Есть контактик, есть реализация. Так, там викинга сливают. Мамонт едет. По мосту есть ещё две с половой контентовые залетают. Это всё по ДАшному. То есть, если бы он сейчас был бы без ДА, то у него бы лицо, я думаю, бы улетело неплохо. О, 5000. Вот на 5000 у него бы лицо улетело. На 5000 это уже вкусно. На 5000 это уже контентово. Есть шанс забрать точку даже, наверное, у наших тиммейтов. Есть шанс или нет? Сейчас попробуем помочь им захватить. Но они сами, в принципе, справляются с этой задачей. Так, мне надо уйти на резку. Я смотрю, Страйкер, 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 Скорпион и что там? Рикошет, да? Страйкер, Скорпион, Рикошет мы возьмём. Такой резист? Страйкер, Скорпион, Рикошет и Гаусс с Эми. Вот теперь я полностью укомплектован и теперь я уже заряжен на плотную накидочку. На плотный накидончик. Так, пробуем сейчас сыграть под позицию. Сразу ужимаю овердрайв на страховочку наших тиммейтов. Надеюсь, что он им поможет. Ну, в принципе, они без моего удраева справились. Очередной овердрайв в никуда залетает. Так, сводочка на 2,5. Ну, вот сбивайте расходочки, уже будет работать более интересно, более эффективно. Я думаю, что для такой каточки, где иммунок от неё нету, я хотя бы тиммейтам буду уже саппортинг вкусный давать. По 5 тысяч залетает. Вот это хорошая тычка. Так, рядом с ДДшкой как раз таки мы здесь стоим. Так, не будем торопиться с фоткой. Блин, над домом не получилось свистеть. Мамонт открывается, диктатор открывается. Хорошо, 2 с половиной вкусных залетают. Так, ну и пока что наша ситуация с кемперством обстоит на не таком уж жёстком уровне. У противников большое количество тяжёлых танков. Ой, пятёрочка вкусная залетела. Я сплэшом. Интересно, я расходку снял ему сплэшом или не снял? Но иммунок нету. Да, ноль. Ноль иммунок. А, вот, первая есть уже. Не ноль, получается. Уже одна иммунка появилась. Ладно, ничего страшного. Одна иммунка, это не проблема. Сплэшом, сплэшом. Хорошо, сплэшом 2 900 залетело, ещё плюс 600 по второму. Если рядом пару танчиков вы стояло, вообще идеально было бы. Ой, хорошо, вот это была очень вкусная сводка. Ещё одну такую же самую добавить. Блин, какой же легчайший геймплей получается с такой комбинацией. Ты просто стоишь на одной позиции и постоянно даёшь сводку. Что касаемо помощи саппортинга, да, под своих тиммейтов. Это, ну, полезная, полезная игра, полезная. Честно, это полезная игра, да. Может быть, она не столь прибыльная. За счёт того, что вы сидите на одной позиции и постоянно вкидываете сводки и троллите тем самым противника. Это, я думаю, что очень сильно дезморалит и дезориентирует оппонента. Главное, чтобы ещё ваншоты какие-то периодически залетали. Если бы были ваншоты и плюс ещё вкусные шары сверху на добавочку, было бы вообще идеально. Так, дабдешка дроповая появляется, которую мы, конечно же... Блин, не хотел так быстро её забирать, но ладно, контролируем. Так, 1200 залетает по противничку по резисту. Всё, здесь сводочку быстренько по викингу добавляем. Пяти хороших ему залетают в головешку. Так, аккуратно пикаем, чтобы мне урончик не залетел. И ещё 2900. Вкусно, 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 вкусно. Вкусно, вкусно. Мамонт овердрайв, хорошо. Туда две с половой вкусные залетают. Ещё сверху. И ещё пробуем сюда сводочку. Оп. То есть максимально аккуратный, грамотный, неторопливый геймплей. Да, то есть, ну, геймплей для ленивых, можно так сказать. А кто не хочет особо там двигаться, летать куда-то. Взяли кемпера. Дрончик, я думаю, что такой прокачать особо труда не составит. И делаете вкусную работку. Прожимаем сейчас овердрайв на верочку. Подъезжает ко мне уже противничек. Пытает меня выбить отсюда. Ну, конечно, у него выбить вряд ли что-то получится. Единственное, только сбить ДД, может быть, у него получится. И то. Это не 100%, что у него выйдет. Пока что моя ДДшка только уходит на кулдаун. Больше по-другому она никак не сбивается. Так, ну мы 2-0 ведём. И противник контролирует нижнюю точку. Нижнюю позицию имею в виду. С точкой там сводочка по нему залетит. Хорошо, супер. И точку сразу мы под контролинг дали. Отлично, великолепно. Великолепно. Ещё и противника сливают, который мог бы мне нанести урон. Отлично. Так, мамонт пытается свестись. Конечно, братанчик, ты сведёшься 100%. 5000 в голову и всё, и сводочка твоя закончилась. Братулёчек, так, мне ДД сбивают. Делаем вот так, делаем так. Дашечку пока что контролируем дроповую. Она мне пригодится, 1200 урона. Неплохо залетела. Здесь бы ещё, вы знаете, рядом бы дроповая бы аптечка падала. Было бы вообще идеально. Так, ДДшка на КД уходит. Как раз под это мы сразу играем. Забираем дроповую. Аптечку прожимаем, конечно же, сразу. Чтобы у меня... Ага, мне это ещё и... Попал ещё и сверху. Здесь молодой человек, чтобы я был без повышенного дополнительного урона. Так, 5 минут остаётся до конца катки. У нас 22 кг уже есть. Пробуем ещё сводочку оформить. Представьте, если бы тут не было резиста у противника от этого замечательного гаусса. В моменте бы ещё бы больше. Залетало бы 100%. Но так, в принципе, тоже неплохо. Точка главная, чтобы чаще респовалось слева. Не справа. Справа точка. Не сказал бы я, что удобно мне. Так, Титана Купол очень хорошо стоит. Я бы даже сказал, шикарно стоит Титана Купол. Пробуем сейчас ещё здесь вот такую сводочку. Блин. Сводочку такую оформить. Блин, точка уходит. Офигеть. На самом минимальном пикселе наши тиммейты подхватили её. Блин, не успел диктатора поймать. Противник хорошо. Летает точка. Каждому противнику имеет шансы на то, чтобы её забрать. 26 килов. 26 килов у нас. У нас такая прям кемперская. Максимально кемперская игра. 27 килов. На 2. Но это чисто на УП, знаете, игра. Я вообще особо такой ерундой не приветствую заниматься. Но! А как мы можем по-другому реализовать такие дроны? Никак, правильно, никак. Чтобы реализовать такой дрон именно такими вещами. Нужно заниматься. Нужно сидеть на кемпее. Нужно накидывать урончик. Нужно максимум делать для реализации этого дрона. Так. Дроповая ДДшка мне, конечно же, нужна. Взбиваем прицел в рельсе. Наши тиммейты пытаются забрать точку. Четыре минуты остается у нас до конца. Еще мог бы я, конечно, дополнительные очки получать с захвата в точке. Но от захвата ехать это уже дело такое. Хорошо. Добавочка залетает. От викинга мы здесь на стрейфике уходим шпом по мне. Водочку не втушил. А она все равно тушится по мне. И моя сводка не нанесла урон по нему. Этот прикол я, конечно, не понял. Вот этот прикольчик я не понял. Почему сводка урон не нанесла. Нажимаем печку. Так. И пробуем свестись по резу. Отлично. Тыщеночка залетает по резисту. 90% овердрайва у меня уже. Пробуем по мамонту. 1200 тоже по резу. Два резиста я нашел, которые есть у них, да? Вот этот игрок 100% безреза. Но по нему тоже залетает только 1000. Почему только 1000? Должно было быть побольше. Так. 1700 без ДД. Мне бы прожать сейчас шар. Но прожать бы его лучше куда-нибудь по грамм от ней. Ладно, давайте жмем просто на страховочку своих тиммейтов. Просто на страховку тиммейтов жмем. Поддало ХП. Тиммейтам. А, ну еще и даже сыграло-то неплохо. Я думал, что будет хуже. Оно еще и сыграло неплохо. Вылечило тиммейтов. Плюс слило двоих противников. Шикарная реализация. И отличный выстрел по викингу. Надобавочку 33 килла. Две минутки до конца. Пока что у нас очень хорошая реализация комбинации. Отыгрыш от моста на супер пассиве. Ух, пятерка вкусная залетела. Очень-очень хорошая. Можете посчитать сколько раз я искал вкусная. В рамках этого видоса. Думаю, что очень много раз. Так, хорошо. Еще добавочка. Залетает. Дэшки нету, к сожалению. Дроповая тоже я не вижу, чтобы здесь падала. Дроповой что-то нету. Пытается скорпион что-то свестись, но у него тоже что-то не выходит. Мне очень нравится, что на гауссе можно менять одно устройство на другое. То есть, если иммунки от пробития, ты берешь сразу... Ага, понял. Ты берешь сразу иммунитет от оглушения. И наоборот. Да, то есть, ты можешь сам подстраиваться, менять как тебе удобно эту тему. Это очень крутая вещь. Не на всех пушках такая возможность у меня лично имеется. А здесь она есть. И это очень-очень хорошо. Так, мамонт вкатывает. С водочкой мы втушиваем. Минутка до конца у нас. До тысяченки, интересно, я в рамках этого боя доплыву или не доплыву? 800. Ну, наверное, нет. Наверное, уже не успею доплыть. Но все равно результат для импера, я считаю, что очень хороший. Пока что у нас в рамках этого боя, блин, я был сначала ДД прожать. Потом уже тушить дополнительно аптечку. Так, ладно, пищеночку залетает. Дроповая ДДшка еще одна появляется. Пробуем выбить рельсу. Хорошо, 3-4 степани тоже вкидываем. Прожимаем овердрайв на страховочку наших тиммейтов. Та же сверху, я думаю, что добираем ДДшку дроповую, что уже 26 секунд до конца. Она у нас до конца работать будет. И теперь еще сверху пробуем нанести урончик. Точку уже противник забрать не успеет ни при каком раскладе. Поэтому мы чисто пытаемся нанести еще дополнительный урон, чтобы у кого-то, может быть, зареспить. Отлично. И остается совсем немножко времени. Ай-яй-яй, еще килл. Блин, не успел. 970 очков. В рамках такого боя. 41 килл на 2. На ареса Громе. Ой, Громе, я говорю. На ареса Гаусси с Кемпера. Я считаю, что это очень хороший результат. Очень хороший результат. Поэтому все те ребята, которые говорят, что для таких комбинаций я могу лишь реализовать все на кризисе. Вот вам смотрите. Просто поймите одно. Когда я играю не на кризисе, мне приходится играть от дрона и играть под его максимально правильные действия. А стоять на одной позиции и реализовывать его именно так. Как по мне, это не очень активно, не очень интересно где-то в моменте. Это такой ленивый геймплей, как я уже сказал по ходу видоса. Ленивый, но зато в этом плане максимально эффективный. Поэтому надеюсь на поддержку данного видеоролика. Пишите, возможно, какие-то еще другие комбинации вы бы хотели бы увидеть в реализации с Кемпером. Да, с дополнительным 300% урончиком. Но Гаусс в такой комбинации показал себя очень и очень достойно. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег, это тег темп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танковинов информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok